Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые развлечения 26 января. Сегодня хочется поговорить о самом сложном, самым трудном периоде выращивания петуни. Вот я начала кустовую петуню сеять 11 января. До сих пор еще не закончила. Сею, сею и сею. Всходы всякие разные, но в основном зашла неплохо. Начала я вот с махровой петунькой. Махровая петунька развивается медленнее, хоть она и кустовая. В некоторых местах только проклюнулась. Не, ну она проклюнулась давно, она просто медленно растет, махровка. Сходит петунька на пятый день. Махровая петунька пришла обозначить свое присутствие. Вот так вот выглядят сходы петуньки. Самый сложный период, в чем заключается, это в том, что главное, чтобы петунь не сразилась сейчас черная ножка. То есть после всходов петуньки нужно ее обязательно проветривать. Чуть зашла, рыхлить сразу. Здесь у меня уже петунька вся прорыхленная. Я старалась втаю уже вот этот вот семечко, откуда петунька выходила, присыпать землей. Но очень много капсул я в этом году давила просто-напросто, раздавливала. Такие всходы всякие разные. Синюя петуньки довольно-таки много. Но, как говорится, цыплят по осени считают, сколько выживет. Будем стараться. Я бы так сказала, что всходы неплохие. Довольно-таки дружненькие. Это все кустовая петунья у меня. Показываю вам. Самое главное, девчонки, не залейте петунью. Не залейте. Крышки открываем. Не поливаем, только опрыскиваем. Вот они такие крошечные. Вот я показываю всю петунью, которая у меня взошла на полочках. Все кустовая петунья. Вот, забралась на вторую полку. Тут красавица моя сидит. Ну, скажет, здравствуйте, здравствуйте. Вот смотрите, когда открываете крышку, вот эти вот концы, как правило, с краю пересыхают. И вот сейчас самое главное, нужно не залить петунью. Каким образом? То есть, что я делаю? Я вот эти вот края опрыскиваю посильнее, где пересыхают. Вот видите, вот всегда так у меня, всегда по краям пересыхают. Вот, например, взять, да? Петунья. Края пересыхают. Вот нужно вот так вот их опрыскивать. Водичку я добавляю. Вот сегодня добавила я HB101. И флорист. Удобрение. Можно энерген добавить. Можно и пин, у кого что есть. Сходы петуньки. Обязательно проветриваем. Сначала можно минут на 15 открыть, потому что они же маленькие. Потом больше. Вон там тоже всходит петунька. В разные сроки ссеяла, в разные сроки они у меня всходят по-разному. Это хорошо. Немного цветущей бекони. Капельку. Такие красивые цветочки. Не обрываю я их, любуюсь. Надо бы оборвать. Любуюсь. Земля вот чуть-чуть подсыхает. Я вчера опрыскивала, за сутки вот она подсохла. Опять. Сейчас я буду ее увлажнять. Пузыречек. Я обязательно добавляю какой-нибудь... Можно даже кальциевый селитрой опрыскивать. Тоже хорошо. Потому что они вот маленькие такие. Надо поддержать. Вот эти уже большенькие. По сравнению с теми. Так вот если их перевернуть... Здесь вам даже уже вот прям хорошо видно. Все равно вот они вот головку свою поворачивают к лампе. Когда покупатели приходят, покупают петунию, все говорят, вот взошла она у нас и погибла. Вот этот... Почему погибла? Потому что вот этот период выращивания петуни самый-самый важный. Даже для меня. Я вот занимаюсь шестой год. Я до такой степени боюсь прозевать ее. То, что как-то у меня было, что у меня все тайдалы пропали года три назад. Уже чухнулась, смотрю. Ножка скосила их. Теперь я на чеку. Каждый-каждый не ленюсь. Потому что это мои денежки. Проветриваю. Опрыскиваю. Рыхлю. Каждый год, конечно, не обходится без сюрпризов. В прошлом году у меня из 250 семян не взошла махровая розовая петуния. Самая продаваемая на рынке петуния, по крайней мере. У меня ее очень хорошо берут. Махровую каскадную, суперкаскад роз петуния. В этом году, посмотрите, 250 штук, ни одного всхода. Вообще. На нее же наденешься. Это бургундия в этом году не взошла. Ни одного всхода. Вот уже стоит. Сегодня я уже буду эти лотки выкидывать. Вот пять лотков, по 50 штук. В каждом лотке я сеяла. Нет ни одного всхода. Сегодня последний день уже стоят. Завтра буду лотки очищать. Вот такие сюрпризы бывают. От них никуда никто не застрахован. И главное, что самое интересное, вот те года такого не было. В этом году мне очень плохо гацания взошла. Астра плохо взошла. И вот бургундия. Так вот это тайдалы. Тайдалы, ретвеллер и сильвер. Пусть еще постоят. Я их вообще уже держу почти что без укрытия. Но иногда, как говорится, делаю в своем тепличные условия. Они такие уже вообще хорошенькие. Но пикировать пока я их еще не буду. Я люблю, чтобы просада немножко побольше была. Чтоб наверняка после пикировки не пропало. Ни разу не показывала вам свой антириум. Махровый, львиный зев. Собачки. По-разному его называют. Такой нормальный. Вот в антириуме самое главное, вот этот период всходы, всходит как волосюшки. Малюсенький такой. Потом нормально. Но вот этот вот период, когда он только всходит, тоже до такой степени тяжелый. Много погибает. Даже профессионалов. Вот эти волоски тоненькие, которые всходят. Тяжело с ним. На начальном этапе. Ну и красота напоследок. Колюсы. Первый год выращиваю, как солдатики стоят. Всегда ставлю их на самое видное место, чтобы ходить и любоваться ими. Кольосы из семян. Все разные. Как-нибудь надо на свету, на дневном показать, потому что красный свет от ламп делает их похожий на друг на друг. Вот такие колюсы из семян, которые, конечно, с фегетативными не сравнить, но тоже красивенькие. Не знаю, что я с ними буду делать, конечно, дальше. Но пока растут. Хотела почеренковать их, а они, он... Я бы не сказал, что они сильно растут. Я имею в виду, вытягиваются. Но у них генетически они высотой 30 сантиметров. Единственное, вот тут я зубочистку поставила. Вот этот колюс высотой 50 сантиметров. Ну, все, еще есть один ящичек. Где-то в другом месте стоит. Все, выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на моем канале. Всем больших удач. Девчонки, следите за питуней. Вот она, какая крошка. Глаз да глаз за ней. Просто глаз да глаз. Главное, открывайте крышки. Но ненадолго, постепенно. До свидания.